Ольга Варламова одна из тех, кто, несмотря на свой диагноз, предпочитает жить полноценной жизнью. И мероприятие, посвященное Дню инвалида, она посетила, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться и принять участие в ее любимом мастер-классе по плетению из бисера. У меня был опыт изделия из бисера, так что мне это знакомо. Легко дает. Ну, я это понимаю, по крайней мере, как это делается. Таких, как Ольга, сотни. Они верят, что могут больше, поэтому не сидят дома, а стараются показать свою активность. В этот день во дворце спорта «Видное» было предусмотрено все, чтобы дети и взрослые с ограниченными возможностями почувствовали заботу и любовь. Это наши примеры для подражания. И вот сегодня мы проводим это мероприятие, в первую очередь обозначив, с одной стороны, эту проблему, а с другой стороны, показав, на что способны наши особенные дети, наши особенные люди. Здесь для гостей работали десятки развивающих мастер-классов, помогающие людям с ограниченными возможностями. Один из них – песочная арт-терапия. Она, ко всему прочему, способствует снятию эмоционального напряжения и расслаблению. Помогает с собой справиться, научит себя регулировать. Они становятся более спокойными, расслабленными после того, как поработают за столом. Это, ну, сродни релаксации. Большой вклад в поддержку людей с ограниченными возможностями вносят представители общественных организаций, предприниматели и сотрудники социальных служб. Совсем недавно в Ленинском районе закончилась декада милосердия. В ее рамках прошла неделя щедрости. Людям, которые помогали в организации всех этих мероприятий, торжественно вручили почетные грамоты. На праздник из горок Ленинских смогла приехать и Лера Вахонина. Телеканал «Винное ТВ» снял о ней фильм «Радость моя». В нем рассказали о силе воли мамы Леры, Натальи, и о светлой душе самой девочки. История тронула сердца тысяч людей. Очень душевно. При входе встречали и фотографировались мы. Очень много знакомых увидели, с кем общаемся. Очень приятно. Такие мероприятия бы почаще. Инвалидность не помеха и занятием спортом. На празднике для гостей была организована игровая зона, где с ребятами занимались профессиональные спортсмены. Ни один гость не ушел домой в плохом настроении. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ульга Садовская. «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова